В общежитии на пятой площадке уголовник проломил хозяину комнаты череп бутылкой и табуреткой, а после сбежал, не позаботившись об умирающем. Кровавая бойня случилась на четвертом этаже, где пострадавший сварщик проживает вместе с сожительницей. Пока женщина была в гостях у дочерей, 43-летний хабаровчанин пригласил в гости знакомого. Мужчины пили почти всю ночь, а под утро поссорились. Пьяная перепалка переросла в драку, в которой 47-летний гость одержал вверх лишь благодаря использованию подручных предметов. Сначала о голову хозяина он разбил бутылку, а потом несколько раз ударил его табуретом. Пробив жертве череп, уголовник ушел, предоставив пребывающему в плачевном состоянии пострадавшему самому позаботиться о себе. Потерпевший выжил благодаря соседке сверху. Утром женщина, чтобы не будить детей, вышла поговорить по телефону в подъезд. Она услышала невнятный вопль внизу и пошла посмотреть, что случилось. Перепуганная хабаровчанка сразу вызвала скорую помощь. Врачи увезли мужчину в больницу. Он выжил лишь чудом. Травмы хабаровчанин получил настолько серьезные, что рискует стать инвалидом. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, осложненный пневмоцефалией, вдавленный перелом височной кости, оскольчатый перелом скулы и другие опасные для жизни повреждения. Подозреваемого полицейские задержали. Мужчина во всем сознался. В его богатой криминальной биографии присутствуют кражи, грабеж, подделка документов, угрозы убийством, побои и хищение машины. За причинение тяжкого вреда здоровья человека жителю улицы Рокоссовского грозит до 8 лет колонии. В настоящий момент он взят под стражу. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Андрей Цой.